Зарубежные фильмы 23-го года. Ну всё, уже последний год, значит, истории начинают. Дальше просто будут обзоры по годам, то есть в конце, допустим, 24-го года. Я сделал просто обзор. Ну, под Новый год буду делать обзор фильмов 24-го года, допустим, и так далее. Ну, операция Фортуна. Довольно, по-моему, обычный триллер такой. Агент, МИ-6, Форчун, там работает в Международной службе разведки. Просто за 20-й век столько про эту разведку. Ну, да, мне казалось обычной, но, кстати, кинокритикам тоже многим. То есть писали, что сюжет слишком банальный, допустим, Елена Зархина из газеты РУ. Старое доброе футкино, которое с лёгкостью пережёвывается и забывается уже на финальных титрах. Я не всегда с критиками согласен, в данном случае согласен. Ну, то есть как бы и ругать тоже невозможно, но обычное, обычное приключенческое кино, которое действительно сразу просто забудется. Вот «Крушение» мне понравилось, там необычное. Там «Крушение и спасение самолёта», много необычных ситуаций. Такой динамичный фильм «Катастрофа» вот это впечатление произвёл. Хотя тоже, в общем-то, жанр-то на работе, да, тем не менее. Кстати, положительные тоже отзывы критиков. Ну и, в общем-то, да, рекомендую. Если кто-то нравится, кому фильмы «Катастрофа», типа все летели в одно место, а прилетели совсем в другое. То, что самолёт упал. Ну, положительные, значит, в принципе, рецензии критиков, триллер, там всё такое. «Винни-Пух. Кровь и мёд». Ну, вот это нестандартно. Это, значит, про «Винни-Пуха» это, вообще-то, вот у нас хорошо знают, да, потому что у нас детский мультфильм. И в Англии тоже. Это детский медвежонок, да. А тут сделали, что «Винни-Пух» с «Пятачком» вышли на тропу войны и начали убивать девушек там, начали убивать и мучить Кристофера Робина и так далее. Причём, в основном, они там молчат. И по какой причине «Винни-Пух» с «Пятачком» решили стать маньяками, в фильме не объясняется. Слэшер, короче. Вот детские сказки превратились в детские страхи. «Пятачок» вышел на тропу войны, много красивых девушек подобрали, которых мучает и убивает «Винни-Пух» со своим другом «Пятачком». Там мужики пытаются за них заступиться, тогда у всех мужиков тоже убивают. Короче, «Винни-Пух» всех крошит абсолютно и не объясняет, почему. Это выбесило критиков, которые дали премии «Золотая малина», типа, негативные все отзывы, что за трешак, почему ничего не объясняется, низкий бюджет, почему-то обругали актеров, да нормально там девок молодых подобрали, они совершенно, естественно, пугаются, нормальная игра актеров. Бюджет окупился полностью, низкобюджетный, но хорошо окупился за счет вот этой идеи, что, так сказать, «Винни-Пух» стал маньяком. Ну и, в общем-то, неизвестные эти все продюсеры и актеры тут же прославились. И также сделали сиквел «Винни-Пух 2», который 24-го года, фильм, который я еще не смотрел, но, видимо, посмотрю. Короче, критики все завидуют и идут нахуй со своими этими прилизанными фильмами про супергероев. Вполне впечатляющий трешак, особенно вот если учитывать, что нам это все известно по советскому мультфильму, по анекдотам, да, выглядит как история про анекдоты из анекдотов, да, у нас же тоже много анекдотов, когда там «Винни-Пух» с пятачком пошли кого-нибудь резать, убивать, ну вот, примерно как анекдот советский выглядит. Ну, много дискутировали, допустим, «Дешевые эффекты», говорили, «Гротескный сюжет», вот как примерно говорили, «Плохая игра актеров и бессвязный сценарий», типа «Концепция интересная, а все плохо сделали», вот так вот в основном ругали официальные критики. Ну, туповато местами, да, но сама идея извратить детскую сказку для, вот, сделать с нее слэшер какой-то, она довольно прикольная. «Марлоу» — это про 1939 год, так сказать, поздний модерн. Частный детектив Филипп Марлоу в 1939 году ищет по заказу дочки нефтяного магната, ее пропавшего любовника, и там продолжается всяческий там детектив. Ну, такой типа интеллектуальный детектив с разгадыванием психологических загадок, вот как в конце 20-го века, даже не в конце, в 70-е и 60-е годы 20-го века такое снимали. Ну, нормальное изображение, на самом деле, исторического периода, поэтому критики в основном обсуждали так, что, ну, достаточно достоверные 30-е, а зачем нам это нужно? То есть какой-то вот устаревший интеллектуальный детектив из 30-х годов, вот такая еще оценка была, типа, а зачем это? Ну, что я хочу сказать, ну, это, конечно, несовременная там стилистика, это фильм даже вот до эпохи постмодерна, фильм примерно 70-х годов, так, по всей стилистике и по всем решениям, да. Но поставлена эта задача эстетическая, решена нормально, так что, в принципе, нормально. Ну, вот «Революция Иисуса» — это фильм такой с претензией на анализ движения хиппи 70-х годов. До 70-х, надеюсь, еще по истории дойду. Ну, там они сталкиваются с баптистами традиционными, то есть у хиппи тоже какое-то представление о христианстве, и у баптистов тоже традиционное, да. Поэтому тут как бы получается, что, с одной стороны, там один хиппи одевается, как Христос, и Христа изображает, и сами по себе хиппи много о христианстве балакают. Их пытаются как-то интегрировать традиционные секты, то есть, а их родители, они же в традиционных сектах составят, их родители традиционные баптисты, такие достаточно консервативные. Понятно, что хиппи при этом еще наркотики употребляют и трахаются, да, и про Христа разговаривают. Но вот их родители пытаются как-то это переосмыслить, как-то втянуть их в свои вот эти традиционные секты, это не получается. соответственно хиппи наркотики и свободную любовь оправдывают на самом деле вот христианством там говорят что это такая любовь у них и прочее все ну в общем все это тема достаточно обсосанное понятное но как это вот в америке выглядел конкретно 70-е годы к этому хиппи пытаются песни петь в традиционной бавтийской церкви допустим ну местами интересно но как часто бывает вот когда смотришь про американцев то стыдно насколько они наивные да все-таки не жизнь как это более благополучно какая-то какие-то вопросы обсуждают который для нас не вопрос для нас вопрос дожить до получки основной критика же американская в основном обсуждала что христианство устарелое и зачем это вытащили вот кстати опять же нужно напомнить что наши всякие проповедники религии все время почему-то целовать что в америке ли и который там нет который там вот давно уже таки маргинальные эти все секты продолжают тянуть это христианство в массе своей нет тут вроде как критики не могли понять для кого это это для сектантов которых почти нет то есть какая-то целевая аудитория такое обсуждение было это для христиан христиан почти нет это для наркоманов наркоманов мы не любим это для кого такой вопрос был для младежной аудитории она тоже уже не хиппует какой-то получился исторические фильмы вот в этом контексте рассматривали но тем не менее были позитивные вот допустим джеймс берардин или писал революция иисуса охватывает увлекательный период американской истории движение хиппи и связанные с ним последствия христианской общине и превращает его в безвкусный телевизионный фильм недели то есть вот тут допустим критик считает что интересный период но как-то сняли безвкусно да опять же еще такой alan такой какой-то это еще там дал оценку короче такую что плохая актерская игра возмутительное чрезмерно позитивное послание то есть месседж смысл фильма через чересчур позитивный грубая проповедь и так далее некоторые критиковали почему тут показано употребление психоактивных веществ там без критики наркомании все все такое там есть на самом деле критика наркомании но в общем видимо американцы . странное впечатление от фильма у меня тоже странно но я-то списываю на то что видим это америка они там какие-то понятно что они такие да ну вот на самом деле современные американцы тоже так воспринимаешь как-то странно про нашу историю сняли такая у них тоже реакция вот 65 не понравилось действие картины происходит 65 миллионов лет назад на земле гибель динозавров да а туда прилетают люди с других планет где высокий уровень развития цивилизации попадают случайно на нашу землю в прошлом а там как раз астероид падает от которого динозавра вымрут и этот человек из другой цивилизации спасает у нас на земле девочку мы свои что же цивилизации вот в условиях когда вот там динозавра бегают и сражаются сомнения мне понравилось сначала там идет медленный сюжет такие апокалиптические пейзажи красивый лес потом все это усиливается в конце битвы с динозаврами мне понравилось по и по картинке и по самому таскать по темпу повествования это какой-то научный смысл тоже есть динозавры там туда все на самом деле с точки зрения актеров камерный фильм там просто мужчина и девочка но выразительный мне понравилось и почему-то в данном случае негативные отзывы критиков я тут не знаю почему отсутствие оригинальных идей давно очень оригинальная идея показать землю времен динозавров глазами космических путешественников по моему оригинальной идеи не знаю что критики пишут нет оригинальных идей идут они нахер данном случае по моему наоборот классная и фильм 65 мне понравился я рекомендую шазам ярость богов значит сикл фильма шазам 19 года которая тут хвалил язычество и причем это пародия уже на язычество то есть него язычество на западе доминирует в массовой культуре точно и годов так 60 хуже и сейчас уже вот апофеоз эти все фильмы супергеройские это естественно рождает также реакцию ироническую на ценности уже языческие и шазам на самом деле это системный стёб когда супергерои то есть по сути боги языческие то дети там подростки играющие в это всякого стёбного есть хотя надо сказать что в нашей арийской религии комедии это тоже культ вот ритуальные издевательства над богами у нас тоже принято это карнавальная культура европейской то есть у нас же в принципе комедии трагедии они развивались именно как религиозный культ диониса допустим поэтому смешные ситуации вокруг богов с нашей точки зрения не богохульство хотя вот сектантской религии авраамической издеваться на самом деле вот допустим над иеговой да на то главное божеством издеваться не принято до богохульство считается ли над аллахом там тем более над мухаммадом пророком вот у нас у язычников такая штука есть что мы можем над ними смеяться то есть при прикалывать скит комедии делать у нас как бы это нормально читается это наоборот приближает к нам то что наши боги же сошли до боги стали людьми поэтому то что тут на самом деле стёб над него язычество мы тоже своего рода язычество правда в конце там пафоса много богини летают на драконах а все такое там напрямую они все называются богинями действующие основные лица и герои сражаются с богами там одни боги их на свою сторону привлекают другие против них на самом деле оценка у критиков было что уступает первой части что значит сюжет и сценарий первой части уступает я не заметил по моему одинаково но однако кассовый провал может быть устают уже от этих фильмов очевидно языческих супергеройские фильмы все десятые доминировали может быть уже устали такого от такой рамки до сюжетный какой-то что-то человек приобретает свойства бога там сражается общается с богами видимо уже обсосали все это туда и сюда и видимо уже надоедает три мушкетера д'артаньян новое решение трех мушкетеров значит первая часть три мушкетера д'артаньян и вышла в том же году три мушкетера милети у меня есть отдельные клипы киноанализе в прошлом году пробовал сделать клипы там такие с более подробным анализом да и там я про этого д'артаньяна тоже говорю довольно сильно переделали дюма основной сюжет сделали гражданская война во франции его усилили то есть там значит атос насколько я помню стал протестантом и там систематически действуют протестанты которые сражаются реально против короля у дюма их мало как бы у дюма все католики это кончается ларошелью а тут усилили лара шили при натуральной гражданская война и вставили многие новые сюжеты которые относят уже гражданской войне противостояние католиков и протестанта причем мы сами и мышкетер оказались поделены да но типажи оставили сюжет примерно тот же, просто усилили политическую часть, которой у Дюма было мало. Для Дюма, он же Дюма-левак 19 века. Для него более важны допустим, социальные противоречия, чем вот эта вся глупая гражданская война. Просто Дюма не верит, просто ни в какую религию. А тут как бы вот этот вопрос усилили. Атос там прикольный, походит на старого боярского. Довольно попытались реалистично изобразить все-таки 17 век, достаточно грязный город. Это, да, это реалистично. Он там еще и вонючий весь этот город. То есть они там в воне, эти все мушкетеры. Эти все одежды на грязных людях, как лохмотье, выглядят даже такие праздничные. Ну что примерно так и было. Грязь на лицах, это там все есть. Природа чище, чем эти города 17 века. Ну, может быть, тут такая, не то что ирония, такая внутренняя критика есть. Да, эта ситуация, что все эти героические мушкетеры, на самом деле, они живут в таком грязном аграрном обществе, которое еще и погрязло на гражданской войне, в идиотском этом религиозном противостоянии. И вот это все, в общем, такое определенную негативную. Там, в общем, такие не сильно-то и радостные эти все мушкетеры. Наш фильм про мушкетеров, он же такой парадный, такой с песнями, не сильно-то они и парадные. Там как бы показаны, они реальные, когда они в какой-то грязюке, где все еще и в интригах, все запутано. Вот. Но, на самом деле, в целом, идея эта Дюма сохраняется. Вероятно, хотели лучше все сделать, значит, исправить нелогичности в Дюма, лучше увязать с политикой. Ну, там у них по фильму получается, что протестанты сами напали, что нереалистично. На самом деле, они уже никакой опасности не представляли. Решилье их просто уже додобил. То есть, в описанный период протестанты не были сильными, их просто уже добивали. Возможно, поэтому про Дюма, у Дюма этой темы не представлено. А тут в фильме серьезно, типа протестанты сами пытаются революцию там сделать, втягивать мушкетеров в это. Типа как серьезная сила показана. Этим отличается и от Дюма, и, в общем-то, от исторического контекста. Но я думаю, что побольше политики было, чтобы не сводить все к личным проблемам, наверное, сделали. «Блуждающая земля-2». Тоже разбирал я уже это отдельно. У меня тут такой есть киноанализ по рубрике, где я пытался отдельно по фильмам работать. Просто разбирать их, как филологи разбирают художественные произведения. Но это, значит, «Блуждающая земля» это была картина «Китайская фантастика», а это приквел. К ней типа там про то, как земля оторвалась от орбиты и идет, путешествует в космосе, потому что солнце скоро взорвется. Сюжет кратко в том, что китайцы спасают мир. Значит, солнце взрывается, все на Земле черт знает чем занялись, а китайцы, так сказать, они святые, правильные. И вот они всех спасли, и, соответственно, вот землю с орбиты свели и отправили ее в космос. Как бы хорошо прокатил фильм «Блуждающая земля» в 19-м году, тоже я про него уже отдельный обзор делал, поэтому решили сделать даже не сиквел, а приквел. В Китае огромный коммерческий успех, сделанный явно на китайского зрителя. Все там повороты, все эти сентиментальные китайские, весь фильм прославляется китайской культурой, а иностранцы, представленные идиотами, способными сами себя угробить, да, только китайцы их спасут. Но, тем не менее, определенный прокат за рубежом тоже был. И тоже, в общем, все смотрели, как там китайцы относятся. Что касается системы персонажей, слишком много. То есть, видимо, пытаются некую такую показать эпопею, что весь китайский народ там как один человек поднялся. Ну, там попытались сделать типа для интереса сделать еще любовную проблему. Там два офицера, Люпийцян и Тюхиньюй, совершенно одинаковые. У них еще какая-то девушка, из-за которой они там, это Хан Дуодуо. Ну, все это вот настолько стандартно, там конкуренция офицеров из-за девушек. Самое главное, нет тут морального конфликта. И тот, и тот офицер, прям героические китайцы, нет плохих, нет хороших. Вот у них там что-то еще с девушкой. Параллельно там представлена деятельность в ООН, где мудрый сидит китаец господин Джоу, делает всяческие изречения. Значит, он находится в ООН, там, видимо, все умственно отсталые, потому что господин Джоу там сидит и произносит речи типа «Мы должны спасти нашу землю», или типа «Жизнь для нас – это высшая ценность». А нет, все остальные не понимают, что надо землю спасти, если солнце взрывается». Такой, короче, типичный этот китайский, так сказать, пророк-лидер, который вечно какие-то пословицы говорит, так сказать, и вот в этом его великая мудрость. За ним постоянно бегает, значит, эта девушка Сяо Си. А, не, на самом деле, Сяо Си-то она и есть представитель в ООН. То есть девушка озвучивает то, что ей мудрый китайец сказал. Там выйдет этим дуракам всем какую-то речь скажет в ООН, а потом бежит к главному мудрому китайцу, который, так сказать, что-то там задвигает. Но при этом общий темп быстрый, как компьютерная игра, быстро меняются картинки, поэтому временами даже трудный сюжет воспринимается. То есть это все быстро идет. Это я медленно рассказал, так сказать, структуру, а там все это быстро. И даже трудно понять, за то, что много героев, что, кто, куда, как говорится, на одно лицо, к тому же, все одинаково себя ведут. Примерно каждые 15 минут фильма идут экстремальные ситуации, которые герои ликвидируют все эти Тухин Юй, там, Люпин Цаи и прочее. А потом разрядка какая-то. То есть там прям вот так сделано, видимо, сценарий так писали, что каждые 15 минут должен быть какой-то пиздец, что Земля вот-вот погибнет, а потом явится Тухин Юй и всех спасет. И вот эта фигня, короче, все вот раз по 10 в течение силы фильма закручено. Но я говорю, видимо, они вот на своих, видимо, вот китайцы так смотрят, да, что все время какая-то опасность должна быть. И типичный еще прием используется. Они все время говорят, осталось там 10 минут до гибели Земли, 9 минут там до гибели Земли. И часы все время показывают, там вот 9 минут, 8 минут осталось. Там осталась одна минута, пришел китайский офицер, пнул там куда-нибудь по ящику и все, короче, все. Мир спасен. И вот этот прием несколько раз там повторяется. Ну, да, реализация какая, да, абсолютно. Китайский национализм, значит, китайцы спасители мира. Все остальные народы им мешают. Но тем не менее, китайцы все остальные народы тоже спасут, как своих младших братьев, все равно. Хоть народы и мешают, но нет, всех пожалеем, короче. Ну, обычно там, значит, появляются варвары, так скажем. Какую-то херню говорят, там, допустим, в ООН. Ну, ходит какой-нибудь там придурок, явно, короче, не китайец, да, дурак какой-то, короче. Что-то какую-то хуйню говорит, потом китайцы говорят, а, плевать, мы на тебя хотели, что какую-то там хуйню сказал. Мы все равно мир спасем, и великий Джоу нас всех ведет вперед. Примерно такое отношение ко всем остальным. Но, тем не менее, видимо, они думают, что это вот добрые, они же их, так сказать, спасают, не убили же. Наоборот, что они превосходят, так сказать, морально, интеллектуально, но, тем не менее, всех убивать не будут. Ну, понятно, что есть коммунитарный смысл, именно что спасать жизнь на земле, из-за вот этой истеричности, рваности, национализма плохо воспринимается этот гуманитарный смысл. К тому же, у них культура эмоциональная такая, как сказать, сентиментальная. Они вот эти все истерику любят, истерику нагнетают. Пафосные речи, хоть, может быть, и правильные, для нас воспринимают, что все это неискренно. То есть, гуманитарный смысл для меня лично плохо улавливается. Красивый китайский фильм, но мне трудно со всеми этими постоянными истериками пять минут до взрыва. Семи этими поучениями, непонятно для чего, всякими страшными девочками, которые вот-вот умрут. Как-то вообще, короче, не тянет этот. Ну вот, если кто хочет посмотреть, как китайская эстетика выглядит, посмотрите, вот эта блуждающая звезда 2, это огромные, короче, доходы в Китае. Все китайцы смотрели, и все считают, что прям вот это классно. По-моему, как-то так, не классно, по крайней мере. По-моему, пафосно, сентиментально. Хотя, может быть, интересно посмотреть, как они на мир глядят. Переводчик тоже делал отдельный обзор. В принципе, тут два там основных главных героя. Сержант американской армии Джон Кинли служил в Афганистане. У него там был переводчик из местных Ахмад, который только и мечтал из этого всего ада афганского вырваться. Этот афганец Ахмад, он спас жизнь американскому сержанту. И сержант, он решил это дело так не оставить, вернулся специально в Афганистан, чтобы спасти своего друга и спас его. То есть там, в общем-то, две культуры совершенно разные, мусульманская и западная. Тем не менее, люди вместе сражаются против исламистов и друг друга спасают. Сначала Ахмад спас американцев, потом американец его. Интересный фильм, мне понравился. Я сделал отдельный обзор. Это вот Ахмад, собственно, афганец. Несмотря на культурные различия, много общего между главными героями. Первоначально они друг другу сильно не доверяют в силу различий в культуре, но постепенно сближаются. И вот в отличие от фильма «Облаждающая земля», все-таки показано хорошо это все, без пафоса. Показано, как это реально могло бы быть. Тут героям сочувствуешь. Все-таки западная нам ближе к культур. Вот этот фильм впечатляет, «Облаждающая земля» со всей ее красивой картинкой нет. Много экшена, несмотря на всю психологию. Цвет, постоянный контраст между цветом и тьмой. То есть вот темные города афганские, в которых прячутся эти мазахеды где-нибудь за углом. Светлые пространства, на которых идут сражения. Черно-белая такая четкая тональность. Ну, война, да, все-таки понятно, да, черно-белая. Имитация документальной съемки. Человечная. В целом, да, вот это мне нравится. «Стражи галактики» тоже. «Стражи галактики-3» вышли. Причем там сюжет, это «Стражи сплачиваются с целью защиты ракеты». И фильм во многом про енота-ракету. Как я уже говорил, енот-ракета лучший вообще персонаж во всей этой «Стражах галактики». Там подробно про его детство, формирование как инженера-бунтаря. Ракета вот типичный такой технократический анархист. Он в технике разбирается и ненавидит всякое угнетение, которое он много в жизни пережил. Поэтому ракета, я категорически с ним согласен, и вот с его образом как специалиста, да, и с его образом как бунтаря. Остальные какие-то дураки, которым трудно сочувствовать. Но, тем не менее, они там все сплачиваются и спасают ракету в третьей части. Поэтому третью часть я рекомендую. Она хорошая, у нее хорошие отзывы, конечно. Ну, «Стражи галактики» в целом, да. На сайтах 90% где-то положительных отзывов, 80-90% рекомендации. Тоже рекомендую посмотреть, конечно. «Стражи галактики» — это ведущий фильм десятилетия. Если кто его не видел, надо посмотреть все три части. Вот третья часть в 2023 году вышла. Говорят, что это последняя, потому что уже, в принципе, там все до конца довели. Но поскольку успех очень хороший, постоянно говорят, что может быть какие-то ответвления снять, что-нибудь еще про них говорят, что надо снять. Ну, и поскольку, если деньги платят, на Западе обычно делают, я думаю, что что-нибудь еще сделают. Но так вообще, как бы официально заявили, что они завершили это все эпопею. И вот три части «Стражи галактики» и последняя про енота. Значит, все было про енота, про всех остальных. Там часть можно вообще убрать. Какая-то там истеричка. Это, блядь, недоделанная из половины черепа. Хуйня какая-то. Все было про енота, надо было сделать полностью. Ну, третью часть сделали правильно сейчас. Экзорцист Ватикана. Это про реального, короче, который священник ватиканский, который изгонял демонов. Вот фильм про религию, который у нас сейчас любят. Огромные деньги вложили. Я же рассказывал, 22-го года сколько фильмов про религию. 23-го тоже. Вообще-то у нас в 10-е почти их не было. Вот сейчас, видимо, просто заставляют, наверное, рекламировать попов. Ну, и реклама попов у наших получается очень плохо. Тут уже в обзоре фильмов 22-го года рассказывал, и 23-го еще расскажу. Че знает, что получается. Сами попы недовольны. На Западе получше получается, но все свели ко всяким страшным рожам и к битве с демонами. Битва с демонами, вообще-то манихейский сюжет. То есть, на самом деле, под видом католицизма изображают манихейство. Причем там есть прям натуральные диспуты манихейского характера, типа зло, самостоятельно или нет. И эту тему и обсуждают весь фильм в плане философского содержания. Ну, там такой спокойный итальянский священник изгоняет дьявола. В общем-то, европейский конфликт разума и страстей. Там по языку священник говорит на итальянском, а черти на английском. Есть пропаганда католической мистики, но, говорю, вот, собственно, католические догматы там критически показаны и обсуждается их критика манихейская, по сути. Скорее, тут про магию, опять же. То есть, даже католицизм глазами язычника. Но все-таки американский этот трешак про попов глазами гораздо... американский трешак про попов глазами западных людей лучше нашего. Наши вообще ничего там не улавливают, даже язычество в попах, а просто им кажется, что они деньги делают смешным образом. Вот судя по тому, как наши снимают про церковь, им просто кажется, что там люди делают деньги смешным образом. Вот все. Что можно из российского фильма про православие вынести. А тут как бы, да, такой премордиальный ихтонический ужас, борьба там святой церкви с сатаной и все такое. Тут как бы это серьезно показано хотя бы. Видимо, серьезно переживается авторами. Рай для дураков псих утратил способность говорить, а потом он оказался похожим на киноактера и потом псих, короче, стал кинозвездой. Какая-то взбалмошная комедия, полфильма говорят какой-то бред и оценки критиков тоже в основном негативные про это. Русалочка продолжение мультфильма про Русалочку 89-го года скорее не продолжение, а сделали кино. То есть там был мультфильм, а здесь сделали просто из этого фильм полнометражный. И главная, кто играет, она значит негритянка и черная играет. Что вызвало там жуткую дискуссию. Устроили также много визуальных эффектов. В прокате окупилась. Что касается содержания, оно подростковое. Ну вот для меня есть смысл тут обсуждать только картинку. Тривиальное содержание, роман про взросление девочки. Вот девочка взрослеет, там влюбляется и так далее. Ну, картинка на уровне, но картинка она, так сказать, ничего особенного. Картинка стандартная, видимо, тоже для девочек, чтобы там все было прилизан, никого трешака, чтобы не было, там девочки испугаются. Что касается критики, то в основном тоже обсуждали, что почему там афроамериканка играет эту самую Ариэль, и бурно это все прошло. То есть понятно, что сам по себе сюжет тривиальный, тоже особенно его не обсуждали, а обсуждали, почему черная. Дескать, всегда она была белая, все выросли девочки на том, что Ариэль она белая с рыжими волосами, а теперь она черная. Все, вот это вот все, возмущение в Твиттере и так далее. Ну, это как-то не мои проблемы, у нас черных мало, поэтому пусть там они и обсуждают, черные, белые, какая разница. Ну, и в целом, для меня достаточно скучная тема, ко мне не относится. Флэш, еще один супергеройский фильм 23-го года, супергерои просто на потоке идут уже лет 15. Ну, это потому что компьютерные эффекты пошли, поэтому теперь можно все комиксы сделать еще и фильмами. Ну, кстати, тут вот тоже преобразование же человека, все-таки вот эти настойчивые суперлюди в западных фильмах, я еще подозреваю, что не только реклама язычества, но и трансгуманизма. То есть, вот, видимо, все-таки планируется трансгуманизм, вечно им какие-то там устройства ставят, и они от этого становятся великими. Видимо, будут ставить устройства, тем более техническая база уже подогревается. Но реальность трансгуманизма будет не такая, как на пропагандистской картинке. В классовом обществе трансгуманизм будет тоже классовая, конечно. Так что нужно готовиться к новым вызовам, но отменить их нельзя. То есть, в консервацию мы не вернемся. Раз у нас технические средства есть для преобразования человека, для установки устройств человека, то это будет, конечно, сделано. Это неизбежно. Бояться нового это самый плохой вариант. Нужно это встретить, эти вызовы, и с ними уже иметь дело. Надо сказать, что фильм Flash провалился в прокате, и кассовые провалы этих фильмов про супергероев нарастают. Видимо, надоедают все-таки они тоже. К этой теме уже переборщили. Индиана Джонс и Колесо Судьбы. Опять же, я делал отдельный обзор. Индиана Джонс я люблю в целом эту франшизу. Герой-интеллигент, цели нравственные, история, там все такое. И в данном случае Индиана Джонс и Колесо Судьбы уже не Стивен Спилберг делал, и сценарий писал не Лукас. Но они смогли, короче, смогли, осилили. Там вопрос весь вокруг машины времени. Ну, я делал отдельный обзор, где подробно кино это рассказал. Там борьба с нацистами за машину времени кончается тем, что попадают они в Сиракузу прямо к Архимеду. Вот с Архимедом там беседуют. Индиана Джонс знает древнегреческий, так что с Архимедом говорит. Архимед, когда я их увидел, просто охуел, короче. Но он пытается их исследовать, так сказать, понять, что за люди. Индиана Джонс хочет остаться с Архимедом. В результате Хелена и его спутница она бьет просто Индиану по морде, чтобы он вырубился, чтобы он не остался там с Архимедом и вывозит его обратно в современную Америку. Ну и кончается все поцелуем, так сказать, романтическим. Персонажи структурно устроены там пара. Старый, мудрый Индиана, это вроде как уже 60-е, то есть Индиана, то у него активная деятельность была в 30-е, в 40-е, то есть 60-е он уже старый и мудрый такой, и у него энергичная молодая Хелена, которая с ним сначала конфликтует, потом сближается. Структура стандартная, там экспозиция, потом поиск артефакта, то есть машины времени, потом кульминация, где сработал этот артефакт, потом развязка. Тем не менее, да, все нравится, добротно сделано, быстрый сюжет, красивая картинка, мистика в меру, история в меру, четкая идея, четкие нравственные установки персонажа. Диана мне во всех отношениях нравится. Припахали там нацистов, античность, эти все переносы во времени тоже традиционно любимые интеллектуалами. Миссия «Невыполнима. Смертельная расплата. Шпионский боевик». И это сиквел, была еще «Невыполнима. Последствия». Из-за ковида задержали выпуск. Кассовые сборы, там какая фишка, одновременно выпустили еще Барби и Опенгеймер, которые хорошо зашли, поэтому кассовые сборы быстро упали. К тому же пандемия, и в общем надеются, что позже окупится. Фильм воспринимаю как обычный, этот. Миссия «Невыполнима». Обычный шпионский фильм американский. Опенгеймер. Это довольно хороший. Это Опенгеймер, который руководил манхэттенским проектом, как раз сейчас по истории про вот эти все дела рассказываю. А потом из-за того, что он был левых взглядов, Опенгеймер, он попал в опалу и в конфликт с американским обществом. Примерно 30-е, 40-е, в общем-то Рузвельт ближе к социализму достаточно левый, а потом приходит Трумэн и будет охота на ведьм в конце 40-х США, когда будут коммунисты преследоваться. Но ненадолго. В 50-е, в 60-е прям разгул будет левоты, хиппи, а не левые. В США будет точно так же революция социалистического характера, как в Европе. Отказ от религии, от традиционных ценностей. Это будет очень скоро. И по сути Трумэн это последние такие судороги вот такой реакции в Америке. Они и показаны. Показаны, конечно, негативно. Это современная Левая Америка снимает, что Оппенгеймер физик, убеждения у него прогрессивные, а эти дураки до него докапываются как придурки. Хорошего физика травят, мешают, собственно, работать ученому, мешают Америке, ради которой они якобы-то, так сказать, клянутся. Хорошо сделано. Самый кассовый фильм о Второй мировой войне. И он вышел одновременно с фильмом Барби. Фильм Барби я даже не комментирую, это дурь полная про девочек. И поэтому в интернетах смеялись, что вот Барби для девочек, а Оппенгеймер для взрослых мужиков, да? И поэтому делали Барбингеймер, то есть смесь из того и с другого. Это, короче, такой вот типа мем интернетовский. Пошел Барби Геймер. Типа вот что у нас в кино показывает? Либо чушь про кукол, либо вот про физиков, коммунистов, которых преследует Трумэн. Ну, очень много. Пять премий Золотой Глобус, семь премий Оскар. И вообще, короче, да, известный фильм западный 23-го года в России запретили. Значит, Министерство культуры РФ заявило, что фильм не отвечает целям и задачам по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Ну, с ума сошли, короче. Вот теперь про коммунистов американских даже нельзя. Не соответствую, значит, сохранению и укреплению традиционных ценностей российских. Оппенгеймер сделал ядерную бомбу вперед нацистов. И, в общем, про это, да, что сознательный человек против нацизма помогает Америке, и Америка, так сказать, его не понимает и так далее. С этим связаны серьезные проблемы. Серьезный фильм про Вторую мировую, антифашистский. У нас, видите ли, в России он не отвечает целям по укреплению традиционных ценностей. Куда катится страна, в никуда. Значит, интересный поёпик про физика. подчеркивается его левое убеждение. И вот по таким фирмам очевидно, что на Западе это нормально и хорошо воспринимается. Тут, собственно, защита его убеждений. Я уже тут много фильмов американских рассказывал про каких-нибудь коммунистов, которых преследует правительство. И эта тема очень популярна в кино именно 20-х годов. То, что леваки такие были все хорошие, прогрессивные, дураки-бюрократы им работать мешали. И Оппенгеймер тоже про это. Очень популярный фильм, огромные прокаты. Вот такое сейчас, в общем, это. На самом деле, это мейнстрим. Так что, говорю, левый поворот на Западе уже состоялся. Значит, награды этому фильму дали про коммуниста огромные. Значит, «Золотой глобус» «Победа в пяти номинациях», «Лучшая драма», «Режиссёр», «Мужская роль», «Восьми номинациях» «Выбор критиков», «Оскар» «Победа в семи номинациях». Вот что смотрит Запад. Запад смотрит про прогрессивных учёных, которые борются с нацизмом, это вообще запрещено, потому что он традиционных ценностей там в Эппенгеймере не пропагандирует, коммунист-антифашист, он что там должен за Гитлера, что ли, рассказывать, да, там, расизм, что ли, должен пропагандировать, каким там традиционный традиционный ценностей против науки он должен выступать, что ли, физик, ядерщик. Что за херня вообще? Поэтому всё-таки Запад побеждает чисто морально, да, они за прогрессы, а наши против прогрессы. Ничего за глупость. Во время технической революции выступать против прогресса. Наши власти самую невыгодную позицию в этой борьбе заняли. Даже вот китайцы, это лучше китайцы, считаешь, но должен быть прогресс, но в интересах к Китаю, да, ну, это, по крайней мере, понятно, они к чему-то хотят прийти, а мы к чему хотим прийти, я не знаю, что такие фильмы нас запрещают. Черепашки-ниндзя, погром мутантов, значит, черепашки начинают охоту на загадочный преступный синдикат, что приводит к противостоянию армии мутантов. Поднимаются темы семьи, общества там и так далее. Динамично, но, мне кажется, довольно стандартный мультфильм. Много бестолкового этого морально устаревшего рэпа, много тупых драк, мне неинтересно. Но, тем не менее, почему-то эти черепашки-ниндзя все обсуждали, да, что-нибудь поцитировать из этой, из рецензии. Изобретательно анимированный, невероятно смешной и удивительно аутентичный взгляд на жизнь аутсайдеров. Что за херня? Какие-то там анализы пытались делать. Вот, допустим, Михаил Моркин у нас в кинопоиске российский. Черепашки наконец-то напоминают подростков, но при этом не особенно отличаются друг от друга. Пять сценаристов через историю о мутантах в очередной раз подводят к морали о важности принятия другого. Какая-то херня, какая-то там мораль. Там каждые 10 минут дерутся. Ну, ладно, хер с этими черепашками ниндзя. Гран-Туризма в принципе тоже дебиловатый подростковый фильм. Предназначен для рекламы игр Гран-Туризма. Там, в общем, герой, этот подросток, он, короче, мечтает стать автогончиком и переходит в компьютерную игру. Тоже, по-моему, туповато, хоть и не мутфильм, а фильм. Синий жук супергеройский фильм, где, в общем, очевидно, вот это скрещивание язычества с левачеством, потому что он еще и социальный. Там супергерой происходит из мексиканцев, и половина фильма это мексиканцы рассказывают, что они испытывают экономическое национальное угнетение, что богатые охренели, бедным живется плохо и так далее. Половина фильма идет социалистическая пропаганда. Вторая половина борьба со злом этих всех бедных, в то время как богатые, как правило, злу помогают. Но все-таки тоже вот темп, лучше темп с самого начала бы лучше быстрый задавали. В этом плане даже вот китайский этот фильм «Блуждающая земля» лучше он сразу в быстром темпе. Почему-то, видимо, такая методичка в Голливуде. Американские фильмы все медленно начинаются, медленная раскачка, там объяснение природы героев, вот эти социальные проповеди про угнетение трудящихся, мексиканцев как бы идет медленно. Я по-советским, по-русским фильмам привык, что особенно социальный фильм должен быстро идти, да? Ну вот. Но все-таки во второй половине фильм раскачался, половина текста идет на испанском, так как все, тема национального унитета не все время присутствует. Неплохие сборы его, хорошо окупился, вот эта социальная тема, она помогает, конечно, поднимает интерес опять к этим супергероям, которые поднадоели. Но все-таки все равно критикуются, что хоть и окупилась, но сборы сравнительно низкие, все-таки падает эта тема в прокате, ну в смысле в окупаемости. Призраки в Венеции, это продолжают снимать про Еркюля Пуаро новая серия, и новая серия про Еркюля Пуаро мне нравится, я постоянно ее хвалю. Это 47-й год, уже старый Еркюль, Еркюль, он вообще-то же человек еще дулого Первомировой же, там человек 20-х, 30-х, тут уже конец 40-х, в общем, какие-то вот пошли фильмы про стариков, да, Индиана Джонс постарел в 60-е, Пуаро постарел в 40-е, довольно много послевоенного исторического фона, вот только что была американская оккупация Италии, и персонажи это активно обсуждают. Ну, на этом фоне идет детективный сюжет, красивая, стильная Венеция, мне нравится. Смысл позитивистский, значит, призраки в Венеции, это о чем? Что никаких призраков в Венеции нет. Это все, так сказать, вся мистика не работает, и даже никого нет подсознания, там фридизм они обсуждают, на фридизм тоже полностью накат, нет ничего, все только разум, только наука. Ну, анализ критиков, такое, например, расследование с краплениями ужасов, такой вот оценка. Свободно витающая атмосфера скорби, во многом обусловленная бурными воспоминаниями героев о войне. Ну, это тема, короче, что война присутствует, по сути, в 1947 год, только что кончилась война, эту тему даже американские критики просекают. Аквамен, потерянное царство, это второй Аквамен, первый Аквамен я хвалил, графика красивая, в основном обсуждали, соответствует ли второй фильм первому, и как обычно, часто говорили, что не соответствует, что франшиза выдохла, но это обычно, видимо, сказать нечего, когда что-нибудь там выходит, типа Рэмбо 2, говоря, что Рэмбо 1 был лучше, чем Рэмбо 2, ну, в данном случае тоже, Аквамен 2, да, американские критики в основном говорят, что хуже, чем первый Аквамен, и так далее. Ну, на самом деле, это говорили те, которым Аквамен, видимо, вообще не понравился. Питер Брэдшоу в Гардиан, серьезное вроде здание, напишет, там, где у первого фильма Аквамен было достаточно проблем, теперь у нас ужасное продолжение. Или Клэр Лоури в Индепендент говорит, что, значит, это последняя часть галереи мошенников безмозглых франшизных фильмов, и прочие, в общем. На самом деле, красивое продолжение про Аквамена, обычный сказочный сюжет, к которому у меня претензий нет, но сказка и сказка. Хорошая очень графика, красочные подводные сражения. Тут фильм надо смотреть как игру компьютерную, а не как желание. Я не знаю, что хотят вот эти, что им там не нравится. Монтаж им там не нравится, не знаю, что не нравится этим критикам. Но сказка красивая, драки там с гигантскими кузнечиками и прочее, всякое наркоманство. Три мушкетера Миледи. Это продолжение вот этого новой экранизации мушкетеров. Констанцию похитили на глазах Д'Артаньяна. Миледи Винтер. Это примерно тот участок у Дюма, когда вот они разоблачают Миледи, Атос узнает, что это его бывшая жена. Но все, естественно, преобразовано под новые политические сюжеты. Король попадает под контроль кардинала Ришелье, религиозного фанатика. Д'Артаньян и мушкетеры пытаются, так сказать, страну спасти, которая, так сказать, погрязла в гражданской войне и вот-вот разрушится. Параллельно идет вот эта история Констанция и Леди Винтер, нам известная. Имеется длинный экспрессивный секс Д'Артаньяна и Миледи, который реально был у Дюма, но почему-то убрали из нашей экранизации. Вот у него с Констанцией и секса, по-моему, было мало, если вообще было. А вот у него с Миледи был интенсивный у Дюма секс. Показан, да, конфликт Миледи и Атоса, довольно такой выразительный, который у нас тоже хорошо в нашем фильме. В условиях, когда Атос у нас в Баптисты подался, да, там особенно такое все. Впечатляюще. В общем, на уровне Три Мушкетера и Миледи интересная и хорошо продолжают эту всю франшизу. Вонка вышел, это фэнтезийный, комедийный фильм, приквел Чарли «Шоколадная фабрика», тоже известный мюзикл. Ну, детский фильм, пусть его Быков анализирует, но его нахер. Еще бы я тут Вонку анализировал. У Быкова неплохая лекция про это езди, и он пытается какие-то смыслы там найти, как обычный христианский. Я не буду унижаться до того, чтобы искать буддийские смыслы в такой очевидной детской хуйне. Жанна Дюбари, значит, ну, исторический художественный фильм, главной роли Джонни Депп, Майвин, сама, короче, режиссерка, сама снималась в главной роли. Ну, что там получилось? Биография проститутки с акцентом именно на проституцию. Исторический контекст вторичен по сравнению с эротикой. Ну, надо сказать, что еще историю у нас и обычный зритель-то и не смотрит. Блядство там в костюмах 18 века. Левая тема, да, загружена. Там очень много издеваются над социальной иерархией французского двора. Тот факт, что проститутка стала вторым человеком в королевстве, то есть любовницей короля, да, и фавориткой, он, как тут анализируется, обсмеивается вся эта иерархия. Все эти мудаки, все эти вообще не нужны. То есть проститутка может править Францией. Левые смыслы, короче. Глупые церемонии, которыми одна обезьяна утверждает господство над другой. Ненужный институт буржуазного брака. Все это, да, все это там так и подается абсолютно. То есть вот эта ситуация, что проститутка любовница короля используется для чисто леватского такого стеба над любой иерархией, над государством, над королем, там, над церковью и над всеми обычными, так сказать. Тем более Франция, там это вообще же давно, там еще же Вольтер карты в руки. Вот и барабан им на шею. Критика, правда, вот это все восприняла как обычно и даже особенно внимания не обращала, потому что это все понятно, что король мудак и что придворные все придурки и одеваться во всякие одежды красивые не надо, чтобы друг друга поразить. Обсуждали, допустим, игру Деппа, да, вот допустим, такая Рана Мусаои, французы в основном обсуждали их же истории, да, Рана Мусаои пишет, что там Деппа неплохо по-французски говорит, значит, дословно обладая почти идеальным французским, Депп производит впечатление, особенно своими выражениями лица, влюбленными, забавными или властными, на протяжении всего фильма, снятого в нескольких замках Франции и в студии. В общем, французы в основном смотрели, что там за замки, да, а это вольтерианские смыслы были понятны, и как бы даже и критика особо внимания не обратила. Украина в тяжелой ситуации в 23-м году расцветает украинское натуралистическое кино, вот откуда, куда я могу рекомендовать, эта документалка очень интересная. Ну, вот в современной Украине, конечно, драму снимать можно не снимать, обычная жизнь, драма круче Фауста Гёте. Да, вот эти беженцы, поляк выводит беженцев, такой польско-украинский фильм, военные дороги, вот он вывозит беженцев с Востока, там сначала идет прям натуральная прифронтовая зона, он их вывозит в Харьков и потом в Польшу. И там обычные люди едут, и он с ними беседует. И очень содержательно, два часа прям, вот, видно, что обычные люди, ничего не подготовлены, как они обычно себя ведут и реагируют на совершенно ужасные события. Мне дороги знакомы, я же в Восточной Украине много довольно ездил, и вот эти знакомые мне дороги, искаженные войной, на которых теперь войсковые там части стоят, танки там разбиты. Я же жил в начале десятых годов, там все это было мирное совершенно территория, нейтральная страна, почти армии не было в Украине. Думали, что все будет благополучно, войдем в Евросоюз, уж обещало правительство, что мирно войдем в Европу, все будет хорошо, и вот такая вот фигня. Все расхерачило, дороги все там взорваны, эти все красивые магазины, все горят, и вот эта ужасная горящая страна, и обычные люди, которых я там хорошо знаю, это такие же, в общем, как и по другую сторону границы, по их целям, задачам, по их жизни, вот как они все это воспринимают. Откуда куда, очень натуралистично и хорошо. Притом никакой пропаганды нет, там, в случае. Вот российские фильмы про то же самое, они же, как правило, какую-то такую цель ставят, да, тут никакой цели, он просто вот поляк едет, и иногда он радио включает, украинское либо польское, которое примерно одно и то же говорит, иногда он с людьми беседует, все, никакой политики, никакой собственной оценки, он просто волонтер, который людей вывозит, но тем не менее, смысл фильма совершенно понятный и четкий. Натуралистическое документальное кино, то есть никаких комментариев, ноу-коменсы. Вот, ну, и вот можно как бы просто, в этой маршрутке можно поездить, с ними вместе их послушать. Такое впечатление, как будто ты рядом тут сидишь и слушаешь, что они говорят. Довбуш, ну, Довбуш это наоборот, вот как бы из-за войны, с одной стороны, вот этот грубый натурализм военный, а с другой стороны, великая мечта, без которой не победить, да, тоже как бы она нужна. Довбуш, конечно, это наоборот романтика, это о героях прошлого, которые сражались и побеждали. Действие фильма происходит в Карпатах в начале 18 века, польская шляхта угнетает, вот, нынче польская шляхта вывозит в Польшу, а тогда угнетало. Ну вот, гуцулы бегут в горы, два брата, Олекса и Ванда Буши, они, значит, воюют с Панами, гуцулы начинают восстание, соответствует историческим фактам. Очень дорогой проект, начали еще в 18 году, на самом деле, это украинская романтика, она и в 10-е была. Откладывали из-за пандемии коронавируса, а потом из-за войны. Но, тем не менее, 24 августа 23 года вышло это в прокат в Украине, натурные съемки в Карпатах, во Львове, в Тернопольской области, в Киеве, замки все эти древние, красивые, тоже там был, да, все есть, польская шляхта строила. Бюджет фирмы 3 миллиона долларов, из которых все-таки значительную часть, половину дала Украина, как государство. Несмотря на все проблемы, на кино нашлось. Тысячу костюмов специально сняли, количество людей 600 человек. Ну, что получилось? Романтизм, да, то есть вот ужасная действительность, которой противостоит эпическое прошлое святое. Ну, вот, видимо, так. Ну, видимо, романтизм — это то, что на войне всегда, да. Романтизм — это мироощущение военное. Что-то какое-то светлое и великое оно было либо в прошлом, либо в будущем, а сейчас говно, которое нужно преодолеть, чтобы к этому светлому и великому вернуться. Наверное, так. Поэтому такие фильмы, как «Довбуш», может быть, романтические, но какую-то цель все-таки задают и правильно сняты. Частично там, на польском, в основном на украинском с элементами западного диалекта. Я, конечно, отключил этот перевод, который обычно очень плохой на русский, смотрел на оригинальных языках. Часть фильма прямо на польском, то есть польская шляхта натурально там по-польски все время разговаривает. Ну, в общем, довольно интересно и во многом в традициях экспрессивного украинского кино, Довженко и так далее. Ну, а вот, пожалуй, все про зарубежные фильмы 23-го года.